Здарова! Сегодня, как и обещали, посмотрим ролик Звездного Капитана про то, почему нельзя победить смертельные игры из фильма Страшная Воля Богов. Кстати, сегодня еще стрим на Твиче, будем досматривать Атаку Титанов, приходи, обязательно не пропусти. Потому что в 7 часов по Москве у нас будет голосование на выбор нового аниме в онлайн формате, поэтому обязательно приходите на Твиче в 7 часов, будет голосование. Погнали! Привет, друзья, на связи Звездный Капитан. В данном видео я расскажу вам, почему нельзя победить игры из фильма Страшная Воля Богов. Проклятая башка! Остановись! Упала! А что нужно было сделать? Как бы просто тихонечко идти и потом отвернуть? Это типа, короче, море волнуется раз, море волнуется два, вот такая игра. Что же я пытаюсь донести этим роликам? На английском ютубе уже как год пользуются большой популярностью видосики с названием «Как победить». Смысл простой. Авторы берут какой-то фильм и высказывают свои якобы невероятно детальные и полезные советы о том, как нужно было бы победить того или иного врага. Ловушку или ситуацию. А капитана бомбанула, короче. Дураки-главные герои. Вот если бы они воспользовались такими предложениями, или вы, оказавшись вдруг на их месте, вы бы точно остались живы. Звучит здорово, но на деле зритель получает от 70 до 90% пересказа сюжета. И лишь оставшиеся от 10 до 30% нам рассказывают, как, что и кого победить. Который готовит тако. Потом к нему присоединился хит-старт с его разборами фильмов о Пиле, а после подоспел из Cinema Summary. Потом появилось еще из десяток разных англоязычных авторов. Я даже слегка удивился количеству набираемых просмотров у таких роликов. И это при том, что большая часть предложенных вариантов, как победить, настолько тупая и бесполезная, что становится стыдно за тех, кому в голову вообще пришло давать такие советы. Бомбанула. В общем, я решил сделать свою собственную рубрику. Почему нельзя победить, что бы то ни было из разных фильмов. Думаю, это будет интересно. Надеюсь, никто мою задумку воровать не будет. Короче, разоблачение. А может и нет. А может нет. А может пошел ты? Завтра я буду брать сделанные англоязычными каналами ролики. И разбирать, насколько их идеи были тупыми и бездарными. Или, возможно, гениальными. Но забегая вперед, сразу отвечу, что все очень и очень плохо. Ссылки на три основных англоязычных канала по «Как победить» я оставлю в описании к роликам. Он не боится, что у старой канута. Чтобы вы могли ознакомиться с их содержимым. Первым для разбора... Но они не поймут русский. ...страшная воля богов, так как я уже делал по нему пару роликов. И успел изучить его вдоль и поперек, включая мангу, на которой он и был основан. Советы «Как победить» для разбора из этого фильма взяты с англоязычного канала Cinema Summary. Сразу стоит сказать, что ориентироваться на правила манги я не буду. Хотя в них прямым текстом сказано, что игры... Какой великолепный кадр, да? Все дело в том, что правила установили божественные создания, которые лично следят за процессом их соблюдения. За любые попытки жульничать или отказа от игры вас будет ожидать смерть. К сожалению, автор англоязычного ролика по этой теме будет сам немножко жульничать по поводу манги. О чем я упомяну в соответствующем моменте. Господи... ... Верни мне... ... Мою скуку. Ну а пока Такахата Сен тяготится своей заурядной жизнью, я предлагаю вам начать изучать английский с Wall Street English, международной сетью школ английского языка. И прямо сейчас здесь запущен эффективный онлайн... Начните изучать английский онлайн прямо сейчас. Ссылки в описании. Итак, поехали. Описание каждой игры будет очень кратким, что... Матрёшка. В первой игре вы должны нажать на кнопку на затылке говорящей куклы Дарума за отведенное время. Она медленно подходить очень... Если она обернется и заметит, что вы двигаетесь, вы умрете. Это же существо. Если не нажмете кнопку до истечения времени, умрете. Первая якобы дельная подсказка гласит, что вы должны рационально мыслить и сразу же начать разрабатывать стратегию для победы в игре. Гениально. Ведь все же ситуации, когда из башки вашего учителя появляется говорящая кукла и начинает постепенно вас убивать, будут действовать именно рационально и разрабатывать стратегии. Я просто... Я покираюсь и давайте пойдём на поводу. Что ж, нам предлагают не делать резких движений, как вот этот паренёк. Это логично. Да. Это было понятно по фильму. Большое спасибо, но до этого совета уже погибло около шести учеников, поэтому мы как бы сами это поняли. Я говорю мы, потому что автор рассказывает, как выжить именно нам, а не школьникам. Поэтому мы мысли рационально уже поняли, что бежать к Даруме бесполезно. Сказали, что мы в веке с Терпилером прижатая жестко. Маленькими шажочками. Этот вариант в самом фильме опроверг главный герой, сказав, что на это не хватит времени. Надо тихо. Аккуратно. Не суетясь дойти. Не выйдет! И тут он прав. Дарума произносит свою речь с нужной ему скоростью, как за несколько секунд, так и за пару. Услышав любое движение в свою сторону, он может почти моментально повернуться и лопнуть вашу голову. Для этого ему достаточно всего одной секунды. А он лопает всем сразу одновременно, кто тут двигается. Да, кто тут двигается. Исходя из времени на своём таймере. Мешая вам двигаться в сторону кнопки. После этого автор предлагает накинуть на Даруму пиджак. По его мнению, это ограничит обзор куклы и поможет вам нажать кнопку. Как вы понимаете, очередное гениальное предложение. Просто напомню, что перед нами сверхъестественное создание, способное ловко прыгать, совершать резкие перемещения и почти моментально разворачиваться. Единственный раз, когда Дарума ненадолго становится неуклюжим, так это после нажатия кнопки. Всё остальное время он рационально и стратегически мыслит. Ваша голова может разлететься в клочья в тот момент, когда вы только соберётесь кидать пиджак. Лучше было бы предложить бросить что-то более тяжёлое и мелкое, например, мяч. Это потребует от вас меньше телодвижения, чем швыряния одежды. Который не факт, что долетит или вообще полетит в нужную сторону. Ну, хотя бы забить мячом. Ну, мне кажется, всё равно заметит. А всё время закончится всё урожье? Ход да. Я не помню. Типа у куклы нет шеи, и она не может смотреть вниз. Как можно наклониться. Конечно, он двигался, прыгал. Как только он отвернётся на кнопку. Хм. Я уже даже не знаю, каким местом автор смотрел фильм. А ничего, что у куклы кожа вокруг глаз приштопана к лицу скрепками. Что как бы намекает на большую сумку. Так и он на потолок смотреть, прыгать спокойно. Ничего, чтобы не было спокойно, сильно наклоняться вбок. Ничего, что предложение про четвереньки такой же глупой, что и про медленные шажки. А что самое интересное и весёлое, автор предлагает нам быть сраной крысой и подставлять своих друзей. Направляя их указанными выше способами нажимать на кнопку на Доруме. Само собой, со смертельным для них асподом. А, проверять на них, на друзьях. Спасибо вам, у нас очень высокого мнения. Далее идёт описание победы в самом фильме. И тут очень странный момент. Автор упускает из вида самый простой способ победы в игре с Дорумой. Заключается он, как я и сказал ранее, в морских какого-нибудь предметов, кнопку на затылке куклы. В манге, к слову, один школьник в другом классе таким образом и смог победить. Но раз уж мы мангу не используем, то идём дальше. Кстати, если хотите ещё подобных разборок... А, ну это мы уже посмотрели, да. Или хотя бы постараемся набрать 50 тысяч лайков. Я знаю, вы можете. А я в ответ разберу бредовые советы, как победить ловушки из пилы из-за наставного ролика. Мне просто рада крышка унитаза разбить. И поверьте мне, они готовы. После завершения этой игры автор предлагает бегать по школе в поисках выхода, попутно собирая всякое говно. Наподобие пеналов, книг, ножниц, линеек и прочего. Первый пункт, как бы герои в фильме и так выполняют, так что совет бесполезен. А вот Бухлама может и дельное предложение, но почему бы не посоветовать поискать биты, швабры или топоры, от которых толку явно будет больше. Один из персонажей фильма вообще смог найти то ли кота, но то ли заострённую трубу. А демос работает противопожарная сигнализация, и к школе направятся пожарные. А может быть даже и полиция. Ну да ладно. Других советов нам не дают, а потому мы переходим к следующей игре. Тут автор то ли расслабился, то ли ему надоело придумывать интересные идеи, а потому он начинает выдавать откровенную дичь. Выполняя подобные, как победить советы, вы точно умрёте. Кратко про правила игры. Школьники оказались в зале. Появилась огромная манекинеку. Бросаете колокольчик в кольцо, побеждаете. Тут же лежат костюмы мышей. Напялили их, и кошка будет атаковать вас в первую очередь. Сняли, и кошка будет сначала жрать людей в костюмах, а потом уже вас. В костюмах можно слышать о чём, говорит манекинеку. А именно, если почесать ей спину, то она заснёт, и тогда забросить колокольчик будет проще. Спинка чешется, чешется. Интересно, как автор планировал использовать против котяра пеналы и книги. Хорошо, хоть мозгов хватило не предлагать пользоваться лазером с указкой. Бросать? Сразу автор делает неправильные выводы, говоря, что кошка на время останавливается после поедания жертвы. И якобы этим можно воспользоваться. Это не так. Манекинека может, убив одного человека, уже через две секунды атаковать другого. А потому совет бесполезный. Дальше зачем-то предлагается ухватиться за верёвку на спине существа и оттуда каким-то неведомым образом. Забросить колокольчик в кольцо, расположенный... Разве голова не мешает? Может, спереди колокольчик. Кошка может совершать быстрое перемещение, прыгать и резко приземляться. Повиснув на верёвке во время прыжков котейки, вы просто отобьёте и переломаете себе всё тело, болтаясь как говно в проруби. Трюк с верёвкой актуален лишь после того, как кольцо заснёт. А он спереди. Да, да. Победы предложили подождать, пока Манекинека наклонится, поедая свою жертву. А потом спокойно пробежать мимо и забросить колокольчик. Очередной тупой совет. Кошка может моментально отреагировать на угрозу по отношению к кольцу на своей шее, что было продемонстрировано при попытке забросить колокольчик в первый раз. Я до сих пор не понимаю, какой жопой автор смотрел фильм. Один из самых верных способов победы указан в фильме. Напялить костюмы, услышать, что говорит кошка, усыпить её по чёсу у ними, а после забросить колокольчик. Также вы без труда победите, если вы злобный японский школьник, пересмотревший аниме. Переходим к очередному мудрому совету. Нам предлагают напялить костюмы мышей лишь наполовину и распределиться по залу. Якобы, как только кошка на вас отвлекается, вы снимаете костюм, а другой школьник в него облачается, привлекая к себе внимание. Как только монархи подходит к нему, он уже раздевается. А вы одеваете, он такой слежный. Хорошо, но нет. Если бы вы могли снимать такую одёжку за долю секунды, план был бы хороший. Но пока вы будете стаскивать с себя мышиную шкуру, кошка способна... Она же как летает, смотри, сложно её снять. Она комбинезованная. Видишь, сзади. Сзади молнии, да. Ещё одна ошибка автора в том, что он предлагает не ссориться ради броска колокольчика, а играть командой. Типа правила не такие, как были с Дорумой, а потому выживут все. Опять же, это не так, что подтверждается самим фильмом. Мы все выжили. Трое выжило. Живите. Что? Живите. Остальные ведь нас больше. Ну а после глупые идеи кончились и начинается пересказ дальнейших событий. Поэтому мы переходим к следующей игре. Кагаме-кагаме. Правила простые. А, с этими куколками. Вы заметили глаза летающие куклы, кружат вокруг вас хоровод, распевая песенку. Как только они останавливаются, вы должны отгадать, какая именно из них стоит позади вас. И тут внезапно автор предлагает первую хорошую идею. При условии, что вы играете не первой, запомнили позицию кукол. Их имена, голоса и количество проделанных во время пения оборотов. То вы можете легко отгадать, кто именно стоит за вами. Всё, что вам остаётся, так это дождаться, пока какая-нибудь летающая тварь произнесёт хотя бы первое слово. И тогда вы поймёте, кто где стоит. Обязательно сыграю. Но стойте, чуете этот запах? Запах обмана. Ах, ну точно, автор же просто зачитал нам способ... А, понятно. ...победа из манги. Благодаря которому геро... А я подумала, что эти куклы могут сами мухлевать, разве нет? Они же боги, они же могут сделать, что хотят. ...смог выиграть. Но если мы используем мангу, то тогда это возвращает нас к тому, что победить в играх хитрыми приёмами нельзя. Ладно, дадим автору ещё один шанс. А предлагает он нам следующее. Договориться с одним из школьников, чтобы он постукивал или покашливал нужное количество раз. Что будет говорить о том, какая имена у вас за спиной. План плох тем, что, во-первых, школьник может вас обмануть по тем или иным причинам. Во-вторых, он может испугаться и вообще ничего не сделать. А в-третьих, за попытку подсказать, его могут тут же зажарить на месте. Ну, типа да. Жульничество. Приятно видеть, как гибнет необразованная черня. На этом советы заканчиваются. Кстати, забавный факт. Вы можете протащить с собой что-то в эту игру, как и главный герой фильма, используя одно укромное место. Малыш, я передаю эти часы тебе. Следующую игру с поиском ключей и бегством от Ангатё мы пропускаем, так как автор не дал ни одного дельного совета, кроме очевидных и показанных в самом фильме. Далее идёт логово Сиракумы, игра в которую нужно правдиво отвечать на задаваемые мишкой вопросы. А первая из них касается любимой еды. Сразу же автор советует нам не верить именно Сиракуме, ведь этот белый ублюдок выглядит слишком подозрительно. Я вегетарианец. Уже нет. Вот только схебали, непонятно. Просто потому что. Я понимаю, что в конце окажется, что именно Медведь и был главным вруном. Но пока мы этого знать никак не можем. Автор начинает уверять нас, что Сиракума не может знать, говорим мы правду или лжом. Ведь наши предпочтения в пище могут меняться каждый день. Всё бы и хорошо, но его не смущает, что перед нами находится сверхъестественное чудище. Мне кажется, вообще всё равно. А если существует, значит его создали силы далеко за пределами нашего понимания. А следовательно, наделить свои творения любыми способностями для них не составит особого труда. Вам мало костюмов, в которых вы можете понимать кошачью речь. Или летающих кукол с лазерами из глаз. Так что предположение о том, что Сиракума не может знать наших предпочтений в еде, несостоятельно. Но автор уже окончательно превратился в Шерлока Холмса и вычислил, что Медведь лжец. Ну, как бы и всё. Следующая игра Матрёшка. Один человек становится водой. Он должен достать жестяную банку и поставить ему определенное место. В это время остальные прячутся. Если они продержатся до заката, то они победили. Если их поймают, то они умрут, зато выживет вода. Спасти пленных можно, сбив жестяную банку ногой. Но при этом ударивший должен будет погибнуть от взрыва. Автор сразу показывает незнание фильма. Он утверждает, что как так? Ведь сказано было, что банка взрывается, если её пнуть. Типа опять обман, игра на самом деле не настоящая, никому нельзя верить. Пак-пак-пак-пак-пак. Он спятил. Но ведь Матрёшки же прямым текстом сказали, что банка сможет взорваться лишь после того, как вода её установит на нужное место. И пойдёт искать остальных. Для этого надо пнуть жестянку, пока вода ищет остальных. Но при этом жестянка взорвётся. Полая она или нет, бил её кто-то до этого или нет, значения не имеет. Огромная кошка и дарума взрывака тоже законам физики не подчиняются, но они же есть. Затем автор проводит лекцию, как посчитать время по солнцу. Ого-го-го. Это никак не поможет при ловле убегающих. Блин, это очень геморройно. Блин, это очень геморройно. Из-за малого количества оставшегося времени. Дальше начинается очередной бред. Автор предлагает не доставать банку, а по-тихому проследить воде за своими жертвами, когда они убегают. Узнав места, где они прячутся, он должен отправиться обратно, снять банку, а после вернуться к своим жертвам и поймать их. При этом он добавляет, что игроки выбрав места не зашли в этой игре. Я тоже правила хоть запутался. Матрешки прямым текстом сказали, что отправляться за прячущимися игроками можно лишь после того, как вода достанет банку. Ну как ты фильм-то смотрел, дружище? Когда жестянка окажется в центре круга, вода отправляется искать остальных. Да и следует твоему плану, если бы это вообще было возможно. Мы бы потратили еще больше драгоценного времени. Сначала мы бы бегали за другими игроками, потом возвращались к банке, а после бежали обратно за игроками, зная, где они находятся. При условии, что они не будут менять свое место. Далее очередной дельный совет. По правилам, воду должен посмотреть игроку в глаза и назвать его имя. Только после этого он считается пойманным. Автор предлагает укутать лицо в пиджак или другую одежду. Тогда воду не сможет на вас посмотреть, а следовательно поймать. Совет гениален, как и все остальные. Ничего, что в воде может оказаться больной на голову психопат, любящий калечить людей. Ну, как в фильме. Так уже оказалось, да. Сколько сломанных ребер вам понадобится, прежде чем вы сами сбросите пиджачок со своего лица? Вот вам и ответ. А еще нам предлагают унести банку, пока вода ищет других игроков. Совет интересный, но не учитывает того, что при этом жестянка может взорваться от прикосновения. При условии, что она действительно была бы опасной. Или что вода сидит за углом и только этого и ждет. Я иду искать. Ну, как бы и все. Автор больше не дает никаких советов, как победить. Даже последние испытания с мороженым он пропустил. Такие дела. Как по мне, за всю игру был дан только один дельный совет при игре в Кагома Кагома. Но он был полностью скопирован из манги. Печально. Это все на сегодня. Это было похоже, знаешь, как будто ролик сделан конкретно для тех авторов. Ну да, типа разоблачение. Не для всех, а вот я вас, мне накипело, вы что, посмотрите. Кто посмотрел, человека бомбануло, потому что человек сам делал ролики по страшной воле богов. И хорошо как бы шарит. И тебе такой... И сделал ролик разоблачения. Да, больше так позже. Ой, немного в конце сложно, потому что там вот эти правила с матрешкой. Я сам уже в правилах не разобрался. С матрешкой сложно там делать вода. Просто надо фильм на свежую смотреть. Мы очень давно смотрели его. То есть, ну, с котом там более-менее понятно, я помню. С дарумой тоже легко. Там вот это типа, там как море волнуется раз. Как это? Дарума Санга Куронда. Типа, кукла Дарума упала или что-то такое. Тем более, это было в начале фильма, ты помнишь. Я концовку фильма вообще не помню, на самом деле. А ты заснул, походу, как обычно, на концовке. Да я его даже несколько раз смотрел. Да? Да. Я самую концовку не помню. Я тоже, честно говоря, не очень помню. Но вот как ты смотришь, как мне как-то сложно. Там, типа, как прятки получаются. То есть, есть вода, которую ищет тот, кто спрятался. А водой стал в итоге человек, которым они чела. Вот этот вот, который самый там у них сумасшедший чувак. Будем смотреть дальше «Гузвездного капитана» и «Следующее разоблачение». Ну, как бы про пилу. Мне было немножко проще смотреть в том плане, что там как-то правила были понятнее. Ну, то есть, ты знаешь, просто там ловушка. Там физика работает. А здесь же... Здесь боги. Такие вымышленные, да, персонажи. Да, здесь боги, они могут как бы читерить, как хотят. Типа, это же их мир. И ты не знаешь, сможешь ли ты их схитрить, либо нет. Как тебе говорят, ты не сможешь схитрить. Да, потому что, может, правила не работают, знаешь, для них правила не работают, а для тебя работают. И в итоге всё. Поэтому в этом фильме вообще, мне кажется, никак нереально практически выжить. А в пиле там слишком много условий должно быть соблюдено, чтобы выжить. А там, типа, реально? Нет, а там реально, я сказала. Реально, не погалечившись. Если не делать плохие всякие поступки, чтобы не попасть в комнату пиле. А тут ты вообще можешь быть прям ангелочком, но просто получается, что в свою школу эта фигня пришла, и капец. Очень обидно. Короче, вот такая была реакция, если понравилось, ставь лайк. Приходи «Звездного капитана» обязательно, лайк. И стрим, не забывай про стрим обязательно. Стрим, сегодня в 6 часов, а в 7 часов голосования на следующее аниме. На свече. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай ещё это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.